Нерюнгринская птицефабрика создала угрозу для экологического благополучия района. Такие сообщения появились в соцсетях от жителей Нерюнгры. Насколько данная информация соответствует действительности, разбиралась наша съемочная группа. Птичий помет на дороге оказался в результате переполнения помета-хранилища. По словам директора птицефабрики, это произошло по двум причинам. Увеличение производства цыплят-бройлеров привело, соответственно, к увеличению объема помета. И второе, в связи с финансовыми трудностями предприятию не хватало соответствующей техники. Вот сейчас мы купили новый трактор-погрузчик, и сейчас он занимается, ну как говорится, гуртованием помета. То, что вот немножко на дорогу вырезало из-за природных условий, потому что это пошло оттаяние снега, и из-за снега, вот ручейком, некоторое количество, например, вот этого, помета вытекло на дорогу. Из-за этого, наверное, немножко получился, ну, информация просочилась, что у нас экологическая катастрофа. Экологи Нерюнгринского комитета охраны природы сообщили, что они осуществили выезд на территорию деятельности птицефабрики и что официальная информация будет после всех процессуальных действий. В Роспотребнадзоре Нерюнгринского района говорят, что давно поднимали проблему перед птицефабрикой, о необходимости увеличения мощности помета-хранилища и решению вопроса дальнейшей утилизации помета. Но говорить об экологической катастрофе – это преувеличение. Помета-хранилища располагается в поясах зон санитарной охраны действующего водозабора. Однако регулярный мониторинг свидетельствует о том, что пока водоносный горизонт действующего водозабора Нерюнгринского оборудования канала, он не подвержен значительному влиянию со стороны помета-хранилища и качество воды не страдает. Администрация птицефабрики думает над дальнейшей утилизацией данного биологического отхода. Мы хотим, например, участвовать в программе рекультивации малых карьеров, которые происходят, угольных карьеров, которые будут делать этот уголь. В связи с этим мы сейчас начинаем дуртовать помет, это собирать почву, получается. И надеюсь, больше таких вот инцидентов, получается, не возникнет. Макарову досталось тяжелое наследство. Предприятие с долгом 1 миллиард рублей. Как выход из положения новое руководство решило от имени открытого акционерного общества Сайсары взять в аренду нерюнгринскую птицефабрику и на базе ее мощностей продолжить производство яиц и мяса бройлера. Тамара Игнатьева, Сергей Козюра, Нерюнгрин. Тамара Игнатьева, Сергей Козюра, Нерюнгрин.